привет я хотел спросить а ты можешь выложить прям сегодня ролик получился 77 минут 56 секунд я вот то что приехала из приюта поставлю машину в гараж немножко просматривать что тут наснимала хочу немножко просто погреться посидеть потому что на мульте очень холодно вот я сняла сегодня ролик который около восьми минут я очень хочу чтобы он вышел целиком вот как он и есть всяких там нарезок с моим голосом я там плачу мне не стыдно я до сих пор вот сижу тут смотрела и сижу и плачу вот видите пожалуйста вот а сейчас я зайду где меня ждет моя любимица здесь моя любимица вот это лисенок вот этот сейчас приду к малышей ну вот посмотрите сколько у нас малышей ну вот они немного подросли но все равно продолжают оставаться малышами и ух им очень нужна любовь и ласка вот ему тут этого очень не хватает вот мой любимый сейчас я тебя возьму обязательно а вы то как подросли колобки маленькие да вот самого маленького из этого вольера забрали домой вот в последнем ролике на ютуб там есть собачки которые боятся хоть и несколько раз уже я тут была у них вот и люди приезжают к ним но все равно находятся вот такие которые все время сидят в сторонке и до сих пор боятся людей так им было наверное тяжело выживать на улице я думаю обижали их люди раз они до сих пор не могут доверять нам вот эти вот которые попали сюда со всем малышами они рады рады а вот эти маленькие подросточки которые до сих пор боятся людей и таким семья нужна в первую очередь вот в каждом вольвере наверное найдется хотя бы один такой маленький трусишка которому очень нужен дом не бойтесь брать собак из приюта они собак из приюта и вообще взятых с улицы в общем мамы собаки взятые спистиY S как правило называемые предрыцами Да что ж такое-то? Кто-то мне тащит штаны самыми преданными и благодарными. Эти несчастные оказываются на улице. Их подкидывают и подкидывают. В коробках еще подсострых щенков, которые должны еще находиться с мамой, подкидывают и ставят в коробках около приюта. Люди, опомнитесь. Всем этим малышам нужен дом. Если бы я могла, я бы приютила их всех, обогрела их всех. Но, к сожалению, я не могу это сделать. А Валентина пытается спасти всех, кто нуждается в помощи неравнодушных людей. Вот посмотрите. Вот территория, на которую должны привезти 700 собак до 31 декабря. А у нас еще столько не доделано. Неравнодушных людей. Неравнодушных людей. Неравнодушных людей. У меня нет пояс с собой. Сверху я оделась. А вот штаны в пупахах забыла взять. Зато резиновые сапушки прихватила. От этой грязи-то мы отмыемся. Это не страшно. Собачьи какашки. Грязь со стройки. Это все ерунда. А уж как будут отмываться те, кто льет грязь на наш приют. Мне трудно представить. Не оставайтесь себя неравнодушными. Помогайте собачкам. Вот следующий вольер. Вот тоже. Там есть собачки, которые сидят в сторонке. Которые боятся людей. Даже если я войду туда вольер, они будут бегать. Вот как вот эта вот беленькая собачка, которая не решается подойти к человеку до сих пор. Хотя я тут бываю, бывало уже несколько раз. Они до сих пор не доверяют людям. Нет, они доверяют конечно Валентине, потому что она с ними находится круглые сушки. Таким, которые приезжают наездами по выходным в свое свободное время, они еще не доверяют. Поэтому таким собакам особенно, которые наверное больше всего пострадали в своей коротенькой щенячьей жизни. Как-то это будетajafifн guessфе? Серьезно? Какая нуляаа, самая любимая семья! Ты моя золотая! Ты моя золотая! Ты моя золотая! Ты мой золотой! Торен與 Raid Субтитры создавал DimaTorzok